Привет, друзья! Прогреваю машинку и, как всегда, время охренительных историй. Как-то только буквально к 22 годам я поняла, что пора научиться говорить «нет» даже тогда, когда твоя жалость очень хочет как-то помочь человеку и сказать «да». У меня это осознание произошло на уровне именно отношений М и Ж. Значит, так получалось иногда, нечасто в моей жизни, что в меня кто-нибудь влюблялся. И эти люди очень хотели со мной, естественно, общаться. А мне с ними общаться вообще никак не хотелось. Ну, не привлекали они меня, я видела их намерения, и я понимала, что нам ничего не светит как бы. И эти люди, в свою очередь, они не сделали мне ничего плохого. Они не обижали меня, не оскорбляли, гадости не делали, жизнь не подсирали. И как-то посылать их куда-нибудь было как-то неудобно, что ли, потому что, ну, действительно, человек тебе ничего плохого не сделал. Да, там, просят просто с ним пообщаться, а ты такой берешь и посылаешь его куда подальше. Ну, как-то неправильно, да. И однажды такая история зашла слишком далеко. Значит, истории примерно года два, может быть, там, два с половиной. Мне начал писать некий Александр. Нет, это не объемный греймик, это просто какой-то другой Александр, везет меня, видимо, вот так вот на них по жизни. И он мне писал просто из разряда, там, вот, Виктория, там, я смотрю ваши видео, они такие клевые. Александру то ли 27, то ли 28 лет было, то есть не так далеко от меня ушел. И все его сообщения были весьма безобидны. Они были большие, насыщенные. Где-то он рассказывал о своих делах, где-то он, там, не знаю, обсуждал мое творчество на ютубе. Ну, как бы, абсолютно безобидные диалоги. И потом он в своих сообщениях пишет, что вот, Виктория, там, вы мне так нравитесь, там, туда-сюда. Но я ему объясняю, что, понимаете, Александр, как бы, во-первых, я о вас ничего не знаю. Абсолютно ничего. Кто вы, что вы, откуда, там, не знаю, где учились, что делали. И я ничего о вас не знаю, это раз. Во-вторых, как бы, у меня есть любимый человек, да, и мое сердце занято. Поэтому извинись о нем, как бы, но ничего не получится. Но человек все равно продолжает со мной общаться. Где-то чем-то пытается помочь, проявить свое соучастие. Пытался даже прислать какие-то подарки, например, заказной букет или, там, не знаю, тот же набор сельвашек, набор гостиной, был подарок от него. Да, это все мило, как бы, но я никогда не ставила это, типа, чувак, с тебя, короче, бабло, с меня общение. Просто человек очень хотел сделать приятное, и он сам спрашивал, как я могу это сделать. И после всех моих отнекиваний нужно же было, как бы, сказать хоть что-то. И цветы-то была вообще лично его инициатива, сельваны, но это потому, что вот уже, так сказать, к стенке приперли, да, и что хочешь, делай. И он, значит, параллельно со всем этим продолжал что-то затирать из разряда. Я увезу тебя в Питер, мы поженимся и будем жить долго и счастливо. И я такой, а, Александр, мы не будем жить долго и счастливо, нет, нас никак не может существовать. И вообще, короче, это, ну, мы уверены, что нам стоит продолжать общаться. Значит, Александр, в свою очередь, пытался втирать какую-то дичь, что-то из разряда, вот, если ты мне откажешь, я пойду воевать, и воевать я пойду в горячую точку, где-нибудь там, не знаю, в Украину, как раз тогда только конфликт начинался, всех этих вооруженных действий, до вот этого Евромайдана. И он такой, я пойду туда воевать за тебя, и если я умру, ты будешь знать о том, что моя жизнь была отдана ради тебя. Я говорю, Александр, если вы пойдете туда воевать и умрете там, то ваша жизнь будет отдана только за вашу тупость, но не за меня. Потому что мне, как бы, от этого ни горячо, ни холодно, что вы туда поехали, потому что я вас, ну, не просила, не заставляла, и вы сейчас занимаетесь просто каким-то очень глупым видом шантажа. Александр не унывал, и, узнав, что мы с друзьями в какое-то лето едем в Питер, сказал, что, типа, ну, давай встретимся, короче, этого, я вам проведу экскурсию. И, ну, я говорю, ну, ладно, как бы, ну, ладно, как бы, весь Питер-то я ребятам покажу, они-то впервые, я-то раз в шестой или в седьмой еду. А, Александр, если, как бы, есть возможность, организуйте, пожалуйста, какой-нибудь пригород, например, там, Выборг, потому что туда добираться своим ходом очень тяжело, а до какого-нибудь Питер-гофа, ну, ходят до хрена транспорты, поэтому что-нибудь попроще, как бы, сделайте, пожалуйста, чтобы, ну, например, тот же Выборг мы могли съездить. Александр такой, окей, я предупредила месяца, может быть, там, за два или за три до этой поездки, наступает время поездки, мы приезжаем в Питер, и Александр что-то не бене-мене-кукорреку, его нету. Окей, ладно. Потом Александр в какой-то день находится, но в этот день мы заняты, как бы, мы вообще, ну, уже все, уже день под завязку забит своими планами, мы не можем никак это состыковаться. На следующий день он все-таки одалживает машину у друга, приезжает за нами к отелю, и мы едем в Выборг. Собственно, я впервые вижу этого человека, вот, и в пути происходит какое-то общение, человек довольно-таки закрытый, сам в себе, в принципе, неудивительно, он как бы, несмотря на свой возраст, постоянно живет с мамой, ну, жив во всяком случае. И доезжаем мы до Выборга, он, конечно, старается вести себя как-то галантно, то есть, там, допустим, оплатить за еду здесь, купить билеты в музей там, то есть, вот, он проявляет свое джентльменское начало. При этом, ну, его никто об этом не просит, это сугубо его инициатива, потому что у нас у всех были свои деньги, и мы всегда порывались, ну, заплатить за себя самостоятельно, чтобы не быть никому обязанным, и не быть никому в тягости, потому что, ну, человек и так же, да, как бы нашел машину, довез нас, как бы, спасибо и на этом, мы люди не гордые. И после Выборга, вроде как, все, мы больше, по-моему, не виделись, он привез нас обратно до отеля, ну, и на этом разошлись. И я что-то подняла тему, что вот у меня в Питере как раз-таки сгорел айфон, и Саня как раз занимался ремонтом техники. Он говорит, типа, ноги, если у тебя сгорел айфон, там материнка, я могу там подсуетиться, поискать. На тот момент мы уже вернулись из поездки, я говорю, ну, хорошо, ладно, как бы этого, вот, я высылаю тебе, как бы, свой айфон сгоревший, и долгу от него мало, как бы, только если корпус, ну, ты там, если как бы покумекаешь, то, ну, хорошо, не покумекаешь, ну, что поделать. И он пишет такой, типа, если, короче, наше общение не продолжится, то я уезжаю там, допустим, весной, по-моему, служить в горячую точку. И я такая, чувак, у тебя опять это, короче, задвиги или что? Хорошо, значит, он якобы делает айфон, якобы высылает мне посылку с ним, но посылка до меня не доходит. И когда я ему пишу о том, что, чувак, как бы, нет, ничего, нету, он такой, я не знаю, в чем может быть проблема, типа этого, я сейчас не дома там, я куда-то там выехал на несколько недель и вернусь домой, короче, узнаю, в чем проблема. В итоге, не знаю, Саня вернулся домой, не вернулся, поехал он в горячую точку служить и его там убили, или он просто оказался хреновым человеком, но больше никаких вестей от этого человека не было. При этом в последние какие-то, ну, он удалил все страницы из ВКонтактов, из, не знаю, откуда только можно, номер телефона не отвечал. И когда уже прошло, наверное, полгода с этого момента, я ему написала смс, что, Александр, мне очень жаль разочаровываться в людях, и я не скажу, что нас с вами что-то сильно связывало, но поступили вы, конечно, ну, крайне некрасиво, до свидания, типа. Я не знаю, читал он это или не читал, потому что ответа не последовало, соответственно, ни о какой посылке, да, не может быть идти речь, то есть iPhone похерен, и пускай от него толку было бы мало, он же все равно все-таки сгорел, вот, а менять материнку – это половина его бэушной стоимости, поэтому смысла не было, но сам поступок был крайне некрасивый, и в конце как раз нашего общения, когда он еще пытался поддерживать связь, он узнал, что я собираюсь выйти замуж, тут у него вообще начало крышу рвать, и он начал со мной общаться так, как будто, ну, я ему чем-то вот обязана, то есть то, что я ему всегда говорила, что между нами общение может быть только общением, что дальше там просто привет, как дела, мы с ним не зайдем. Человек это не слышал, не хотел слышать, сам себя обманывал, и сам себе придумал другую реальность, и его эта реальность устроила, и он в нее поверил, а все остальное, как бы то, что было в реальности, его не волновало, и поэтому у меня вот как бы возник такой вопрос, да, а стоит ли общаться с этими людьми, люди, которые хотят не просто общения, несмотря на твое чувство жалости к ним. Нет, не стоит, и лучше рубить все-таки такое общение на корню. Да, это может показаться грубым, да, это может показаться некрасивым с вашей стороны, но в итоге лучше будет и вам, и этому человеку, потому что и человек не будет обманываться, и строить каких-то иллюзий, и вы, в свою очередь, сэкономите себе кучу нервов, и не будете чувствовать себя никому, ничем обязанным. Вот. Такая была увлекательная история, до новых встреч, чувачки, пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»